Он на сне спросил, кто ценит твои рисунки еще, кроме тебя. Я сказал, Николай Грачев. В реальности я с ним не дружу. Ну, он со мной не дружит. Но во сне он был лицендителем моих рисунков. Даже надо. Николай Грачев это Бен Аффлек из моего города. Не в том смысле, что он актер. Ну, может быть, он и актер в жизни. Ну, когда мы с ним общались, он сказал, я как Бен Аффлек. Он имел в виду про внешность. Про этнос. Прикольно было бы сделать по типу My Summer Star симуляцию, игру симуляцию, где типа воссоздана моя квартира и прикольно там. Нажимаешь выйти на балкон и там включается видео, где я что-то рассказываю. Куряю сигареты. И зимой, например, если выйти из дома, можно замерзнуть. В игре это как раз было бы интересным квестом. Там был в игре, кстати, дед беззубый, который говорит что-то, и нужно понять, что он говорит. Ну, просто на улице появляется. Бабка, которая тоже говорит непонятно что. И подходит к тебе и говорит И уходит. Нужно говорить деду и бабке, которые появляются на улице. Да. Да, да, да. Кто так? Нужно искренне говорить. А эти сигареты в Честерфилд оставляют во рту какой-то привкус какого-то химического яда. Отвратительное. Если я брошу курить, то потому что невозможно будет курить больше эти сигареты. Там еще квест будет. В магазин заходишь, сигареты покупаешь и тестируешь, от которых тебе не тошнит и не умираешь от которых. Да, прикольно будет. Я смотрю сейчас. Я там хотел сделать видео в Sony Vegas Pro с добавлением звукового эффекта из острова проклятых, где он садится, ложится спать, у него голова болит Леонара Ди Каплева. И он видит начальника тюрьмы, ну, начальника психушки, который похож на нациста, который так туда смотрит и вставить хотел этого психиатра его фотографию, которая очень похожа на то, как он на позу этого похожего на нациста, начальника психушки. А Леонарда Ди Каплева в этом моменте похож реально на меня, у которого болит голова, у которого хреново от света. От света мне тоже хреново. как и от звуков. И там, кстати, нужно принимать лекарства, можно приехать к психиатру в этой симуляции лекарства государственного. только те, которые он выписывает и столкнуться с его речами, типа «Одну таблетку, Александр! Одну!» А у частного можно... Там бы я сделал еще других... Нужно найти еще частного, вменяемого. Я бы сделал там психиатров, которые реально в жизни мне встречались, которые пещерные долбоебами являются, которые говорят «Слава Богу, что не гомосексуалист!» А то мне все время обращаются родители, дети которых гомосексуалист или лесбиянки. У нас есть общество Туле, которое пропагандирует ЗОЖ и правильную генсексуальную ориентацию. Вот такие психиатры здесь, в Красноярске. А в Железногорске вообще нету частных. А еще я бы сделал в этой... Типа заходишь в поликлинику, там психиатриня, одна единственная всю поликлинику. там сидит чел, который судимости имеет, и который пришел взятку едать и еще сексуально ублажить. И они вместе посмеиваются над тобой. А потом можно подождать его, когда он выйдет, проследить за ним и отпиздить его. Вот этого я добавил в эту симуляцию. Да что говорить тут. Кидаешь сигарету, она к вертикальной поверхности приклеивается. Там были бы пасхалки, что это симуляция. Кидаешь сигарету, она начинает плавать, летать в воздухе. Кно. Превращается в шаровую молнию. Нужно убегать. Кошка с характером необычным. Нет, необычным. Необычным. Летен